В плане того, где прародина индоевропейской семьи, это уже другой вопрос. Я так думаю, что ни одна гипотеза не станет теорией ей. Отчасти потому, что окончательного ответа на этот вопрос дано не будет, в том числе и просто по философским причинам, к сожалению, концептуальным. Потому что, ну вопрос, в какой момент язык-предок проиндоевропейского языка превратился в проиндоевропейский язык? В какой момент проиндоевропейский язык закончился и начались языки-потомки? Ну и так далее. Ну, как бы... Такое. Короче, ладно, по-прежнему буду считать, что проиндоевропейцы колесили по Донбассу. Ну, как бы так и есть. У них, в принципе, и по курганной гипотезе, у них, в общем-то, ареал не один Донбасс. То есть там, по сути дела, весь восток Украины, юго-запад РФ. То есть там как бы и Кубань, и Крым, нахуй, там огромный ареал. У нас там примерно от Крыма до северо-востока Кавказа. Поэтому от Крыма до, скажем так, Калмыкии примерно ареал. Потому что проиндоевропейцы были кочевниками, и, как вы сами понимаете, сегодня здесь, завтра там Казахетов проще связаться с индоевропейцами, поэтому и проще отталкиваться от металлической теории. Это армянские гипотезы о том, что вдруг прорвало босфор и затопило побережье Черного моря. Из-за этого начались миграции индоевропейцев. Последнее, это буквально слова Иванова. Не, про, значит, затопило побережье Черного моря и так далее. Это-то, конечно, этот аспект армянской гипотезы не выжил. А в плане хетов проще связаться с индоевропейцами, что за глупость? Как бы и хета, и армяне оба индоевропейца, если что. Армянский язык тоже индоевропейский. Как и зетский. Что значит проще связаться с индоевропейцами? Или дело в том, что хета древнее? Это тоже ничего не значит. Ну да, они древние, но это ничего не значит. Это просто нерелевантный факт. А то, что какие-то теории Иванова были, мягко говоря, странными, ну, просто посмотри, сколько у него было теорий. И какая доля этих теорий друг другу противоречивала. Просто, ну, у Иванова была собственная специфическая теория, собственный взгляд на то, что такое наука и как она вообще должна работать. Поэтому он рассматривал вообще любые странные соображения в качестве научных гипотез. То есть армяне, как представители армянской группы, у них отдельная группа внутри индоевропейской семьи. И осетина, как представители индоиранской группы, с кифосарматской ветви. Как бы и все, а больше на Кавказе особо вроде бы индоевропейских языков нет. Есть три автохтонные семьи. Абхазо-адыгская, анахско-дагестанская и картвельская. Есть заезжие всякие семьи. Уже упомянутая индоевропейская, тюркская. Ну, как бы по большей части все. Ну да, по индоевропейцам я прав. Я не стал упоминать кавказских греков, тем более русских. Сами понимаете, это, мягко говоря, не коренное население. А алтайские народы, ну так я в алтайскую семью не верю. Тюркские я назвал. А можем ли мы считать, что Калмыкия, что республика Калмыкия – это Кавказ? Ну, это вообще вопрос спорный в плане физической географии просто. Где Кавказ начинается, где заканчивается. Кто-то может сказать, что Калмыкия – это нихуя не Кавказ. Так что, в принципе, я все назвал. Продолжение следует.